Добро пожаловать на канал Рецепты из Тетради! Сегодня я предлагаю приготовить маринованные сливы, которыми потом можно будет лакомиться всю зиму. Такие сливы могут стать как самостоятельной закуской, так и оригинальным дополнением к мясным блюдам или винным напиткам. Полный перечень ингредиентов, а также краткую инструкцию по приготовлению вы, как всегда, найдёте в описании под видео. Нам понадобится 1 кг уже помытых и слегка обсушенных слив. Лучше всего использовать сливу-угорку, или как её ещё называют венгирку, которая отличается упругой плотной мякотью и относительно нейтральным вкусом. Если же вы будете использовать сливы другого сорта, то отдайте предпочтение твёрдым плодам, возможно даже слегка зеленоватым, чтобы в процессе термической обработки они не расползлись и сохранили свою целостность. На 1 кг сливы нам понадобится 650-700 г сахара. Высыпаем сахар в кастрюлю. Чтобы не получить в итоге обычный компот, количество сахара уменьшать не рекомендую. И сюда же добавляем 150 мл яблочного 6% уксуса, который можно заменить винным или в самом крайнем случае взять меньшее количество обычного уксуса. А также лавровый лист в количестве 10-12 штук, душистый чёрный перец горошком под 10-15 горошин каждого, 10-15 бутонов гвоздики, по желанию можно добавить 2-3 звёздочки бадьяна, 5-7 стручков кардамона и 1-2 палочки корицы. Также в эту же кастрюлю вливаем 250-300 мл воды. Отправляем кастрюлю на огонь, где содержимое нужно довести до кипения и полного растворения сахара. Кипящим сиропом заливаем сливы. Накрываем ёмкой со сливами пищевой плёнкой или крышкой и оставляем в таком виде, как минимум на 1 час и максимум на сутки. За это время сливы можно пару раз встряхнуть и перемешать, не открывая крышки, чтобы все плоды и со всех сторон окунулись в сироп. У меня сливы простояли всего лишь 1 час, но уже сейчас можно увидеть, что они не только изменили цвет, но и заметно набухли. Через сито сливаем сироп в кастрюлю. Сливы снова возвращаем в миску. А сироп в кастрюле снова ставим на огонь и доводим до кипения. Ещё раз заливаем сливы кипящим сиропом. Снова накрываем плёнкой или крышкой и оставляем ещё как минимум на 1 час и как максимум на сутки. У меня прошёл ещё 1 час. Берём банки, в которых будем закрывать сливы. Я их предварительно не стерилизовала, только хорошо помыла. Раскладываем сливы по банкам, стараясь, чтобы вместе с ними попало как можно меньше сиропа. А вот пряности из сиропа можно равномерно распределить в банках между слив уже сейчас. Кстати, килограмм слив у меня поместился в 3 полулитровых банках. Но я укладываю сливы неплотно, чтобы закрыть на зиму не только сами сливы, но и сироп из-под них, из которого потом можно приготовить очень вкусный соус к мясу. Забыла сказать, что вместо корицы в палочках можно использовать и молотую приправу. Её понадобится около 1 чайной ложки без горки. Но при этом учитывайте, что сироп может получиться мутноватым, что не очень красиво выглядит. Но на вкус это никак не влияет. Оставшийся сироп снова переливаем в кастрюлю и отправляем на огонь, где его нужно довести до кипения. Кипящим сиропом ещё раз заливаем сливы в банках. Таким образом мы не только ещё раз термически обрабатываем сливы, но и заодно стерилизуем банки. Если в кастрюле осталось немного сиропа, не выливайте. Пускай в кастрюлю пока и останется. Накрываем банки крышками, не плотно, просто чтобы сливы и банки лучше пропарились. И оставляем их ещё на 1 час. Через час аккуратно сливаем ещё достаточно тёплый сироп в кастрюлю к остаткам сиропа. Очень удобно это делать с помощью шумовки, особенно если у вас нет под рукой специального ситечка. Снова отправляем кастрюлю с сиропом на огонь, где его нужно сначала довести до кипения, а затем проварить 1-2 минуты. Кипящим сиропом заливаем сливы до самого горлышка и закрываем крышками. На этот раз максимально плотно. Теперь переворачиваем банки дном вверх и оставляем маринованные сливы в таком положении до полного остывания. Оставшийся сироп, а его осталось около 150 мл, я также закрываю в небольшую баночку. Как я уже говорила, из него потом можно приготовить вкуснейший соус. Такие маринованные сливы в банках отлично хранятся при комнатной температуре до следующего урожая слив. Подавать их можно и как пикантную закуску к мясным блюдам, и как дополнение к сырным тарелкам, и как отличную закуску к винным напиткам. А если начинить маринованные сливы орехами, грецким или миндалем, и украсить их капелькой домашнего майонеза, то получится шикарная закуска, которую можно подавать как самостоятельное блюдо, и которое может украсить любой праздничный стол. Не забывайте ставить лайки, если вам понравился этот рецепт. И, конечно же, подписывайтесь! У меня в тетрадке еще много вкусных и интересных рецептов, которыми я с радостью поделюсь. Мира всем нам, здоровья и чистого неба над головой! Берегите себя и своих близких! Приятного аппетита и до новых встреч!